что самое обидное вам когда-либо говорили когда я была маленькой мама сказала мне что праздники проходят лучше когда на них нет меня в детстве мама сказала мне что она вынуждена меня любить хотя я ей не нравлюсь а все потому что я приемная ее слова отпечатались у меня в голове на всю жизнь у моей дочери очень сложное заболевание я дважды чуть не потерял ее когда я была почти 3 года и еще раз через шесть месяцев это было 15 лет назад в промежутке между этими событиями меня жестко накрыли эмоции я разрыдался сильно переживая за нее и из-за того что моя жена стала от меня отдаляться когда я успокоился жена сказала мне что из-за того что я плачу я стал для нее менее привлекательным сейчас моя дочь в стабильном состоянии а я уже несколько лет в разводе ты страшный и недоразвитый мне было 10 лет и мне до сих пор стремно от этих слов изменено это сказала дочь друзей семьи ей было лет 14 я закрылась в ванной голая бывший муж крикнул мне через дверь только посмотри на себя ты толстая и уродливая никто никогда не полюбит тебя так как я он был прав я вышла замуж за человека который меня любит не так как он и слава богу я много лет страдала от бесплодия на похоронах моего отца моя сводная сестра сказала ты наверное переживаешь что не подарила ему внуков я бы никогда больше с ней не разговаривала моя тетя была бесплодна и этот факт напрочь разрушил ей жизнь ты не виновата так что никто не вправе тебя винить тебя никогда не будут любить и ценить потому что ты похож на меня тебе нигде не будет места никому не будет от тебя дело ты будешь обузы для всех вокруг это сказал мне мой отец после нашей ссоры возникшие из-за того что он пропустил мой день рождения опять мне было 11 лет сейчас оглядываясь назад мне смешно ведь я понимаю что он проецировал на меня свою неуверенность в себе лол на уроке математики я не понял тему я взял свой учебник и подошел к учительскому столу чтобы задать вопрос он захлопнул книгу и спросил меня ты что тупой это было лет 30 назад я учился в школе в маленьком городке если я когда-нибудь встречу с этим мудозвоном я покажу и расскажу ему парочку вещей это было 84 году в крупном городе я получала тройки по геометрии моим родителям это не нравилось тогда мой отец пошел поговорить с учителем о том что мы можем сделать чтобы улучшить мои оценки учитель сказал следующее цитирую не знаю зачем вы здесь мистер у девочек нет способности к математике его слова на многие годы впились мне в голову летом я пересдала урок и получила пятерку но больше никогда не бралась за математику я изменила тебе и единственная причина по которой я говорю тебе об этом это то что я беременна черт точно такую же фразу сказала мне моя школьная девчонка после чего она попросила меня дать ей денег на аборт ты тупой коллега в подгузниках миру будет лучше без тебя пацан который докапывался до меня в школе для справки у меня расщепление позвоночника и из-за того что нервная система не работает должным образом у меня не держание мочи сделай наконец всем одолжение и покончи с собой режь поперек чтобы привлечь внимание а вдоль чтобы достичь нужного результата человек которого я называла папой в 12 лет несколько лет назад мой отец покончил с собой однажды мы с женой поссорились и после того как она перестала орать она спокойным тоном сказала это из-за тебя твой отец покончил с собой в тот день я ушел от нее и больше с ней не разговаривал я до сих пор постоянно думаю о том что она сказала изменено я вовсе не был причиной его решения он принимал кучу антидепрессантов к тому же он оставил записку в которой рассказал о некоторых неудачных финансовых решениях и о разводе с моей мамы 10 лет назад так что я знаю что причина не во мне но я просто не могу перестать думать о том что она сказала и почему она это сказала никто и никогда тебя не полюбит я была так близка к тому чтобы покончить с собой потому что искренне верила в эти слова от моего начальника с предыдущего места работы ты головная боль с которой приходится иметь дело и я жалею что взял тебя на работу не удивлюсь если ты такая же головная боль для своей девушки друзей семьи этот человек принял меня на работу отчетливо понимая что у меня мало опыта работы на должности на которую меня нанимали на собеседование я не врал папа мне 12-летнему за то что я забыл закрыть калитку в конце 12 часового рабочего дня ты никчемный кусок дерьма несмотря на то что ты некрасивая у тебя отличные успехи в учебе я не знаю обижаться мне или нет как-то раз моя мама сказала мне я люблю тебя ты моя дочь но ты мне не нравишься я бы никогда не стала твоей подругой это произошло 40 лет назад когда мне был 21 год я никогда не забуду ее слов мне было очень больно в детстве я спросил своих братьев как они думают любит ли меня наша мама они ответили что любят но при этом я не нравлюсь для меня это было одновременно и душевной болью и подтверждением того что мне не показалось что со мной она обращается иначе как-то раз я услышала как мой отец сказал по телефону моей маме что он больше не хочет иметь со мной никаких отношений у моего первого ребенка синдром дауна когда я была беременна вторым одна коллега на работе спросила меня буду ли я в этот раз делать пренатальное обследование чтобы избавиться от него если он вдруг окажется таким же как первый боже как же я ее возненавидела и меня так бесишь это сказала мне моя лучшая подруга на тот момент в средней школе и это была ее единственная причина почему она гнобила меня ее слова стали концом нашей дружбы и начала моей нынешней неуверенности в себе и просто маленькая девочка ты никому не нравишься никто не хочет видеть тебя рядом ты бесишь тебя много ты шумная хватит быть такой чертовски надоедливой и может быть кто-нибудь захочет быть с тобой и еще одно это либо мальчик либо аборт я не собираюсь растить дочь через два дня у меня случился выкидыш с тех пор как ты переехала ты выглядишь так будто набрала 10 килограммов это было через месяц после переезда я набрала всего два килограмма ты слишком уродлива для этой сферы когда я пыталась стать парикмахером просто сука сделай это моя собственная мать подначивала меня покончить с собой когда у меня выдался плохой день у моего отца после инсульта возникла деменция я навещала его 6 дней в неделю коллега по работе сказал не понимаю зачем ты так часто к нему ходишь он же даже не вспомнит что ты вообще приходил во время ссоры мама назвала меня нежеланным внебрачным ребенком а все потому что я спокойным тоном спросил у нее почему она считает нормальным прилюдно кричать на меня ее слышал весь район все о чем я когда-либо просил это сын зачем мне ты изменено это сказал мне мой отец я младшая дочь у нас все девочки я была его последним шансом на мальчика так что моя жизнь не удалась самого моего рождения он так и не просил меня за то что я не была тем сыном которого он всегда хотел при этом я не простила его за то что он был ужасным человеком так что наверное мы были квиты лол он умер почти 30 лет назад прощаю блюдок слова моя преподавательница в театре режиссера она отозвала меня в сторону после спектакля в котором я полностью провалил свою реплику по правде у меня была очень маленькая роль к тому же другой актер хорошо симпровизировал и она прямо сказала мне включать тебя в этот спектакль было самой большой ошибкой которая когда-либо совершала ты полнейшее разочарование через два года ее уволили ее посадили в тюрьму на пару лет за то что она пежилась двоюродным братом моей лучшей подруги которому было 15 лет он тоже был ее студентом интересно действительно ли ее самой большой ошибкой в жизни было поставить меня в пьесу с одной репликой я театральный педагог режиссер то замечание которое сделал вам ваш педагог это худшее что только можно сказать студенту актеру студент ребенок месяцами работал над чем-то и в какой-то момент потерял ход мысли он уже и так знает что напортачил так зачем его добивать когда такое случается с моими студентами я всегда говорю да какая разница это же живой театр в следующий раз у тебя все получится мне жаль что преподаватель поступил с вами таким образом изменено к тому же когда студент ошибается в своей реплике или еще в чем-то я хвалю его за то как он смог вернуться в нужное русло окей ты допустил ошибку да какая разница это живой театр зато глянь как ты быстро реабилитировался ты сделал именно то что должен был сделать когда это случилось только подумайте сколько элементов должен запомнить человек в спектакле вовремя занять место за кулисами для выхода дождаться реплики открыть дверь войти сделать три шага влево заметить другого актера изобразить удивление от его слов произнеси свою реплику с правильной формулировкой и интонации взять свой реквизит и так далее все это происходит в течение 6 секунд а теперь умножьте все это на сто учитывая что спектакль длится два часа и ты расстраиваешься что испортил одну реплику да кого это волнует я горжусь тобой ты прикольная но блин я в жизни редко видел таких страшных людей как ты немного контекста это было в летнем лагере с подростками мне было 17 лет вроде как я довольно неплохо ладила с этим мальчиком у меня со своей группой сложились нормальные отношения но было несколько человек с которыми мы все время были вместе я сидела и болтала с группой как он вдруг подошел и сказал мне это в тот момент я даже не разговаривала с ним он окликнул меня чтобы привлечь мое внимание такое ощущение будто ему нужно было сказать это при всех и он вовсе не чувствовал что говорит что-то не то что еще более странно так это то что он даже не засмеялся то есть не было похоже что он или кто-то еще попытался подшутить надо мной это было так жестко что все вокруг замолчали никто не засмеялся вообще никто я думаю люди вокруг были в таком же шоке что и я классно что после этих 20 секунд замешательства никто не начал раздувать эту тему все просто продолжили общаться как ни в чем не бывало мне 35 лет а я до сих пор помню этот случай понимая какими жестокими могут быть подростки меня бесит что тот момент оказал на меня такое сильное влияние а еще я помню что ребята реально старались не придавать этому значение они не начали угорать и не продолжили эту тему хотя им было по 15 17 лет если не ошибаюсь кто-то даже сказал этому парню ты сейчас серьезно но я не уверена в тот момент я реально просто пыталась проглотить это унижение блин я хотел написать какой-то язвительный комментарий но прочитав ваши ответы просто охерел теперь я хочу всех вас обнять черт у меня сейчас просто слезы на глазах наворачиваются большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напиши что самое обидное тебе когда-либо говорили и не забудь посмотреть наши другие выпуски обнял пока